Торжественное открытие еще одной новой школы в Ненинском округе состоялось 31 августа в поселке Индига. Побывала там и наша съемочная группа. Нарядные и счастливые дети и их довольные родители, пожалуй, главное украшение торжественной линейки. Открытие нового здания школы в Индиге ждали долгих 8 лет. Мы стоим на пороге новой жизни для поселка Индига, потому что если появляется новая школа, значит спустя много лет из стен этой школы выйдут будущие учителя, будущие врачи. И дай бог, чтобы они обязательно вернулись сюда и работали именно на этой земле. Вот в этой школе есть точка роста. И мне хочется верить, что эта точка роста из школы перерастет в огромную точку роста, экономического роста на северном морском пути. Я прекрасно помню свой первый визит, когда мы приехали и здесь стоял законсервированный, так себе еще законсервированный объект. Вот это стекала вода по стенам. И все говорили, что невозможно ничего сделать, потому что это давно стоит, потому что изменилось законодательство, потому что какие-то полномочия кто-то кому-то передал, кто-то кому-то не передал. И я помню, сколько мы на самом деле приложили усилий, чтобы это все стало возможным. Строительство школы на 150 мест началось в Индиге еще в 2012 году. Тогда за Полярным районом был заключен муниципальный контракт на общую сумму более 440 миллионов рублей. В ноябре 2016-го стройка была заморожена. Работы на объекте возобновились лишь весной 2018-го. Все это время дети были вынуждены учиться в две смены и заниматься в неприспособленных помещениях. Условия действительно были не очень хорошие, скажем так. Не хватало помещений, не хватало места, не хватало… Детям приходилось учиться в две смены, где-то что-то сокращать, какие-то уроки, что-то где-то. Вот, поэтому не было спортивного зала, что очень сильно, так сказать, влияло на подготовку спортивную. Впрочем, сейчас для маленьких жителей Индиги созданы самые комфортные и современные условия. В просторном трехэтажном здании есть спортивные, тренажерные и актовые залы, мастерские для мальчиков и кабинеты домоводства для девочек, библиотека и музей. Отдельно стоит сказать о кабинетах физики, ОБЖ, информатики, химии и биологии. Они оснащены современным учебным оборудованием. Анисия Белогина едва сдерживает слезы счастья. Мало того, что дождались открытия школы, так еще и получили новые макеты для изучения анатомии, а также микроскопы. Дети просто рады, когда они приходили, помогали нам школу готовить, убирать. Они прям с восторгом бегали по школе, в каждый кабинет заглядывали, спрашивали, какой это кабинет, а что есть. А когда увидели мебель, мне говорят, когда будем учиться? Я говорю, потерпите немножко, как карантин начался, еще немножко подождите. И все так ждали, ждали. И наконец дождались. Конструкторы для робототехники, виртуальный полигон, современные компьютеры и даже 3D-принтер. Школа поселка Индиго оборудована буквально по последнему слову техники. Здесь расположена одна из так называемых точек роста. Это федеральный проект. Подобные уголки технологий будущего постепенно появляются во многих школах России. Точки роста оборудуют в рамках нацпроекта образования. Здесь же в Индиге появился один из первых земских учителей. Это еще одна федеральная программа. Математик Юрий Гловацких в Неницкий округ приехал из Пермского края. За плечами высшее педагогическое образование и внушительный стаж работы. Такого, знаете, волнения не было, что вот кто-то к нам приехал, зачем. Нет, такого нет. Меня действительно здесь ждали. Мне здесь понравилось. Мне сразу показали весь фронт работ, который будет. И перспективы, которые вырисовываются здесь в рамках работы, точки роста, то есть, в принципе, более чем замечательные. И вы сами можете смотреть, что оборудование, которое здесь есть, просто выше всякий похвал. Не забыли и о национальной составляющей. Стены рекреации украсили картинами художника Владислава Плотницкого. Этот подарок сделал школе «Союз оленеводов Неницкого округа». Достойный уровень образовательного учреждения оценила и заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева. Мне кажется, эта школа важна не только как место, где ребята будут учиться, а еще и такая точка протяжения для всего поселка. Потому что все, все те возможности, которые есть в этой школе, большой спортзал, два, вернее, даже большой спортзал и малый спортзал, большой актовый зал. Возможность проводить какие-то большие мероприятия для всех жителей поселка и объединять всех жителей поселка на базе школы – это очень такая важная социальная миссия. А с точки зрения поселка, вот эта вот школа, хорошая школа, новая, современная школа – это вообще и, ну, наверное, такое условие для дальнейшего развития. Качественное образование, профориентация, кружки, которые откроются на базе этой школы, все будет работать на будущее ребят. Во дворе школы – благоустроенная территория, на которой расположена спортивная площадка, зона отдыха, контейнерная площадка, гараж и станция водоподготовки. Грызть гранит науки. В новом доме знаний будут 64 ребенка. В этом им помогут 18 педагогов. Алина Воучейская, Владислав Ткачев, телеканал «Север», поселок Индиго, Ненецкий автономный округ.